Всем привет! Сегодня мы находимся на балконе в моей квартире. Я хочу показать вам одну из полочек, на которой, даже не полочек, назовем это стойкой, на которой у меня расположены цветы. Частично две, вот смотрите, две нижние полочки. Она небольшого размера, вот такая была когда-то от гарнитуры. Я ее потом... От гарнитура мы избавились, а полочка вот такая осталась. Я ее на балконе использую под цветы. Две нижние полочки у меня заняты. Все для растений, грунт, дренаж, там все-все-все-все, что нам нужно, что мне может пригодиться, все лежит именно там. Далее у меня... Так, а сколько вообще полочек у меня? Раз, два, три, четыре, пять. Пять полок. Давайте по всем пройдемся. Так, нижние две полки я как-нибудь потом расскажу вам, какими грунтами и добавками я пользуюсь. Третья полочка, начнем именно с нее. Здесь у меня антуриум. В прошлом году это был у меня такой уже достаточно старый цветок. Я его рассадила, разделила на целую кучу маленьких кусочков. Один из тех кусочков он вот у меня сейчас сидит. Я жду, когда он наконец-то у меня зацветет. Хотя, допустим, первоначальное растение у меня цвело просто постоянно. Все время было в цветах. Далее у меня здесь, на этой полке, стоит пелодендрон биркин. Такой красавчик. Как же я его люблю. Ну такое неприхотливое растение. Это просто чудо какое-то. Любимец мой. Реально любимец. Смотрите, какие листики. Просто суперские. Видите, какие. Любоваться и любоваться им. Биркин у меня был огроменный, просто огроменный куст. И этой весной, буквально, наверное, может быть, месяц назад, я этот куст... Просто ситуация была такая. Либо куст делить, либо было пересаживать в огромный горшок, потому что у меня начались проблемы. У него начали мельчать листья. Начальные листья были большого размера, а потом, которые уже начали выходить новые, из-за того, что им просто некуда было расти, они, листики, начали мельчать. Я пришла к такому выводу, что я его рассажу. Большие горшки я как-то не очень люблю. Ну, сами понимаете, из-за недостатка места пришлось мне его рассадить. Вот это, понимаете, вот это, вот это растение, это одна шестая часть от того, что у меня было. Представляете? Одна шестая часть. Вот такой красавец у меня был. Ну, ничего страшного. Нормально. Вырастить никуда не денется. Вот, смотрите, видите, уже красота неземная. Неземная, вот, лезет вот такими листиками, вот такими красивыми, пока еще беленькими. Ну, цвет наберет, ничего страшного. Здесь же у меня азалия, про нее я вам тоже уже рассказывала. Видите, с ледышкой. Водички надо, кстати, долить. Водички в ней не хватает. Уже начал галька подсыхать. Так, добавлю. Ледышка лежит, тает. Будет у меня такой небольшой мини-полив. Далее у меня там дальше стоит, так, сейчас как-нибудь вот так покажу. Это у меня пепперомия. Пепперомия шумерет. Вот такой у меня. Как же я их люблю, пепперомия. У меня их, наверное, разных сортов штук, штук восемь. Как-нибудь потом их все вместе покажу вам. Так, это у меня третья полочка, да? Ну, раз мы с третьей начали, буду считать все-таки, что это третья. Дальше, четвертая полочка. Это у меня здесь стоит, молоденький еще совсем. Фикус, фикус мелани. Смотрите, какой красивый. Такие листочки у него. Еще молоденький. Это у меня в пятнышках. Я его опрыскала зеленым мылом, потому что он у меня новенький в моей семье растений. Но зато тоже любимый. Уже любимый. Так, вот этот листик, ну, вот этот листик новый уже дома у меня вырос, открылся. Вот был он вот таким, даже вот таким, наверное, половинку от этого. Открылся вот так, видите, какой красивый. Коричневый. Шоколадный даже, я бы сказала. Суперский. Вот, это мелани. Фикус. Вот такой. Мне очень нравится. Купила я вот этот, вот этот кустик. За, по-моему, 180 рублей я за него отдала. Вот покупала буквально, может быть, недели три назад. Ну, в апреле, короче, не помню точно. Наверное, в апреле. Так, далее. Далее у меня здесь, на этой же полке, стоит хоя. Это хоя карноза. Самая обычная. Но растет прекрасно, очень быстро. Видите, так, вот, сейчас покажу. Вот, новые листики. Любит она весну. Погода ее устраивает. Все хорошо, замечательно. Видите, листики выдает прям по ходу. Быстро-быстро наращивает длину плети. Что здесь еще у меня на этой полке? На этой полке у меня пиле пепперомиевидное. Вот, видите, сколько деток. Целую кучу надавала. Сам стволик еще небольшой. Сейчас покажу. Тоже опрыцкивала его зеленым мылом. Поэтому, вот, такими еще пятнами, еще нужно будет водные процедуры им устроить. И отмыть. Такое безобразие. Прошу прощения, что показываю вам в таком виде. Но, покажу. Так, здесь же молоденький, молоденькая генура. Вот такая я свою. У меня в прошлом году тоже был огромный куст. За зиму подвытянулся. Я его весь обрезала. Оставила у себя два череночка. Один здесь сидит, и один черенок сидит еще в другом месте, в другом горшочке. Ну, пусть будет пока лето, пусть растут. Мне не жалко. Так, далее. И, получается, так, это была четвертая полка. Вот сейчас мы уже на пятой полке. На пятой полке у меня филодзендрон краснеющий. Вот так он у меня растет. Вот он. Не знаю, пока еще, честно говоря, не пойму, что вот это за пятна. То, что он не варегатный, это точно. По крайней мере, был. Не пойму. Ну, буду надеяться, что это ничего страшного, потому что лист абсолютно, абсолютно здоровый со всех сторон. Никаких проблем у растения нет. Растет и радует. Так, здесь же у меня на этой полке хоя. Такая же, как на предыдущей. Ну, что-то, да, у меня их подразвелось. Сидит она у меня вот в таком, мне удобно. Горшок из-под орхидей. Видите? Нормально. Я их взяла, использую, потому что они высокие. Все-таки это хоя-лианы, и немножко они нужно куда-то свисать. А так мне удобно их держать, именно вот в таких горшках. Тоже, видите, растет очень активно. Вот такие молоденькие листики выдает. И здесь длинные-длинные-длинные-длинные-длинные. Вот такая плеть у нее. И далее еще два горшка на этой же полочке. Это у меня монстера. Монстера деликатесная здесь. Вот такая она у меня. Два горшка. Почему два горшка, сейчас расскажу. Так, вот и вот еще вторая. Так, как-то бы мне... Ну, так вот сниму. Ну, видно, что два горшочка наверху у меня. Монстера, у меня оказалась проблема. Если кто-то подписан на мой инстаграм, то в курсе, что зимой она у меня начала чахнуть. Ой, ну да, монстера, все правильно сказала. Монстера начала чахнуть. Прям прекрасно сидела, все, никаких проблем. И вдруг начали как-то желтеть листья какие-то. Ну, вообще, как-то нехорошо она стала выглядеть. Думаю, да что случилось? Залить не могла. Раскопала землю. Боже мой, что я увидела. Огромный. Ну, не огромный, но, скажем так, огромное количество червей. Представляете? Фу. Типа вот дождевых, но они как-то помельче и потоньше. Я не знаю. Это было ужасно. В итоге я ее вытащила из земли. Поскольку она уже плохо у меня выглядела, я ее разделила. Которые были получше, получше кустик от монстера. Я сразу воткнула в землю, в новую, конечно же, хорошую землю, посадила в грунт. А второй, еще один кусочек от монстера я поставила в воду. Она у меня постояла в воде, дала корни. И вот в воде, честно сказать, она у меня стояла, наверное, ну, не знаю, месяца два. У меня все просто не доходили до нее руки посадить. В итоге посадила и сейчас покажу. Они у меня обе, обе. Вот, видите? Теперь наращивают листья. Видно, да? Вот листочек молодой. У одной монстерки, ну вот, еще листочек. У одной монстерки, ой, сейчас покажу вторую. Так, сейчас у меня... Вот, это вторая монстера тоже. У нее тут несколько листиков. Не знаю, сейчас будет... Надеюсь, будет видно. Так что монстеру, слава богу, я не потеряла. Хотя, честно сказать, очень боялась, что придется с ней расстаться. Думала, не спасу. Вместо одной у меня, как обычно, была одна. Я спасаю, оказывается, потом два горшка. Хотя, конечно, я все пытаюсь немножко подсократить количество горшков в своем доме. Не считала, сколько, не знаю. Как-то вот не получается у меня посчитать, потому что и маленьких много, и которые начинаю считать, думаю, вот этот я буду считать, этот я не буду. Потом думаю, а почему я не посчитала? Потом начинаю думать, так, а у меня вот хои вот такая одинаковая. Считать это как за одну или за несколько горшков. В итоге, не буду я ничего считать. Сколько есть, столько и есть. Вот так. Ну, что еще хочу сказать. Я вас сейчас познакомила с одной из моих стоек на балконе. Часть. Частично. Потому что как-нибудь в следующем видео, если вам будет интересно, я расскажу именно про грунты и про добавки, которые я использую для грунта. Ну что ж, на этом сегодня пока все. Спасибо, кто досмотрел до конца. Пока-пока. 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 Пока-пока.